Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Сейчас я зачитаю ее историю, дадим рекомендации, пообщаемся, так что давайте приступим. Для начала я бы хотела поблагодарить вас за то, что вы делаете, из-за силы, которую вы в это вкладываете. Спасибо! Начала смотреть вас давно, хотя с турцией мне ничего не связывает. До сих пор помню первые просмотренные видео про самооценку. Оно послужило своеобразным пинком под зад для меня, за что вам огромная благодарность. Можно сказать, что я взрослела, слушая вас. Мое письмо никак не связано с турцией или турецкими мужчинами. Оно скорее обо мне и моих тараканов в голове. Мне нужен взгляд со стороны человека, который меня не знает, и, возможно, совет. Может быть, мне нужно походить к психотерапевту, в кавычках. Может быть, кто-то проживал такие же ощущения, как и я, и может мне что-то посоветовать. Заранее извиняюсь, что очень много написала. Проблема в том, что я не могу выстраивать отношения с мужчинами. Мне скучно, неинтересно, и я не понимаю, что с этим делать. Расскажу немного о себе. Мне 26 лет, я довольно симпатичная девушка. Немного в теле, но я над этим работаю. Я живу в Санкт-Петербурге, работаю сама себя полностью обеспечиваю. В принципе, я довольна своей жизнью. Я единственный ребенок в семье. У меня хорошее отношение с родителями. Я летаю к ним два раза в год, и мы постоянно созваниваемся, почти не ссоримся. Да, и смысл ссориться, когда живете в разных концах страны. Они не лезут ко мне, я не лезу к ним, и в принципе, я могу рассказать родителям все, что происходит, читая нужным, и точно не получу никакого отторжения в ответ. Я не убежала от родителей, просто мы жили в маленьком городе, а я всегда хотела вырваться оттуда, чтобы зарабатывать больше, посмотреть мир и не сидеть в 20 лет с ребенком, постоянно ругаться с мужем, выйдя замуж по залету, как многие мои знакомые. У меня несколько хороших подруг, с которыми я часто вижусь. Женский коллектив на работе. Мне не скучно с самой собой, всегда найду чем заняться, и вообще я люблю побыть одна. Проще говоря, я создала вокруг себя очень комфортную зону, из которой я не хочу выбираться. Like, вы очень молодец, правильно думаете? В которой практически нет мужчин. Вот я сейчас скажу, прям это избегание мужчин. Я создала себе комфортную зону, в которой их нет. Если не считать парней знакомых и девушек, хотя в детстве все было наоборот, у меня практически не было подруг, потому что во дворе были одни мальчишки, а девочки из школы жили далеко, и меня туда не пускали гулять. Я все детство пробегала с мальчишками, играя в футбол и разъезжая на велике. Не сказать, что я очень общительная, но легко могу найти общий язык с людьми, и с этим проблем нет. Я веселая, легкая на подъем, однако не душа компании. В своей компании я являюсь рациональным звеном, со мной делятся проблемами, подруги из меня хороший слушатель. Они говорят, что я все здраво расцениваю. Отчасти поэтому я не могу рассказать подругам о том, что мучает меня, потому что они не понимают, у меня же все хорошо, я всегда в нормальном настроении. Я ощущаю потребность в отношениях в том плане, что мне хочется дарить кому-то любовь, эмоции, хочется ощущать близость с человеком, быть на одной волне. Но когда я смотрю на отношения людей вокруг меня, они мне не нравятся. Я так не хочу. Я разграничила свой круг-зону свободную себе сделала от мужчин. Мне хочется любви, тепла и ласки, но я не хочу, так как у других людей это происходит. Знакомясь с Тиндери, все мое общение не превышает пары дней максимум, потому что мне неинтересно. Я отношусь к этому легко и не ищу себе мужа на первом свидании. Просто попадаются какие-то несерьезные парни, с которыми даже не хочется общаться. Видите? Если бы он был серьезный, мне бы с ним общаться захотелось. То есть я от себя отсекаю тут же, кто... Знакомясь с Тиндери, все мое общение не превышает пары дней максимум, потому что мне неинтересно. Я отношусь к этому легко и не ищу себе мужа на первом свидании. Просто попадаются несерьезные парни. Ну и вы же серьезного, как говорите, не ищете, правильно? С которыми даже не хочется общаться. То есть я мужа себе не ищу в Тиндере на первом свидании, но попадаются неинтересные, с которыми даже не хочется общаться. У меня вопрос. У вас есть образ того, а с кем мне бы хотелось общаться? Мне кажется, у вас нет образа, кто бы был интересен. Это вам надо сделать задание, как у нас на марафоне было, образ идеального мужчины составить. Когда ты в 30 лет ищешь себя, живя с мамой и нигде толком не работаешь, ждешь, когда умрет бабушка, чтобы осталась квартира, это прям типичный портрет тех, кто в Тиндере. Или ноешь, какие все вокруг шлюхи, простите, и хотят от тебя только денег, хотя там толком и взять-то нечего. Просто девушке не хочется брать себе на шею и ждевенца. Наверное, в этом и есть проблема. Мне становится скучно еще до встречи с самим человеком. Мне не нравится, я не хочу тратить на это свое время, и мне просто уже не хочется ни с кем видеться. Я очень быстро нахожу, что меня не устраивает какие-то проблемы, причину для отказа. Вот вы чисто написали. Я сама ищу повод, чтобы мне человек не нравился. Я отвергаю. Я зону комфорта себе расчистила без мужчин. А если какие-то пытаются пробраться в эту зону комфорта, знакомлюсь, я сразу нахожу причину отвергнуть. Опять отвергаю. Отказ. Это происходит автоматически. Значит, это причины в детстве. Это старая история какая-то в вашей жизни. Поэтому наработался автоматизм. И, скорее всего, если мне попадаются такие люди, то я их сама притягиваю. Совершенно верно. Я себя обезопасила, свою зону, для того, чтобы, вот видите, какие все плохие, неинтересные, скучные, еще какие-то, не вызывают интереса. Я на таких смотрю и убеждаю себя, что мне с ними не по пути, неинтересно. Мои самые долгие отношения – это пять месяцев. Мы познакомились на дне рождения общих друзей, понравились друг другу и стали общаться. Как-то завертелось, но долго не продлилось. Рожевочки слетели с меня достаточно быстро. И вообще быстро и достаточно легко вычеркиваю людей из своей жизни. Что делаю? Вычеркиваю людей обиды и вычеркиваю легко людей из своей жизни. Вы-то как достоинство некое, скажем так, предъявляете, говорите об это, да? Но я здесь вижу другое. Я как чуть сталкиваюсь с какой-то опасностью, чтобы меня не ранили. Я себя защищаю сбеганием. Я опять очищаю территорию. Если все закончилось, то до свидания. Наверное, это все же не слишком правильно. Я не понимаю, что со мной не так. Может быть, я просто сильно загоняюсь. Почему у меня не получается общаться? Даже, наверное, правильнее будет сказать «не хочется мне с ними общаться». Это ненормально, я запуталась. Галина, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу моих мыслей. Мне нравится, как вы рассуждаете. Возможно, что-нибудь мне посоветуете, потому что я в тупике. Возможно, мне и правда стоит походить на терапию. Спасибо вам заранее. Я спешу сообщить вам классную новость. 4 ноября стартует мой авторский курс по теме «Страхи. Сам себе психолог». Это уникальная возможность встретиться и победить в своей страхе любой направленности. У нас будет, как всегда, 4 эфира. Эфиры будут в 8 вечера по Москве по четвергам. И в течение месяца у нас будет с вами чат в WhatsApp. Этот курс «Марафон» направлен на то, что я управляю своей жизнью. Я побеждаю свои страхи. Страхи, фобии, панические атаки. Зачем они нужны в нашей жизни? Почему? Откуда они появляются? Как определить? Я сейчас в состоянии справиться самостоятельно со своими страхами и фобиями, если у меня есть панические атаки, да? И когда мне нужно обращаться к специалисту? Далее я вам дам конкретную формулу, конкретную методику, технику, как бороться с любым страхом. Я дам рекомендации по образу жизни, питанию, для того, чтобы понижать уровень тревожности в вашей жизни. Самое главное, эти знания останутся с вами навсегда. Вы можете помочь не только себе, но также своим родным, близким, людям, которым нужна будет ваша помощь. Хватит обслуживать свои страхи, опасения и жить в тревоге. Курс будет длиться месяц, 4 ноября. И до февраля 2022 года, несколько месяцев, будет всегда открыт для вас доступ. Если вам сейчас неудобно проходить марафон, подписывайтесь к нам, включайтесь в процесс. И если что, вы всегда попозже можете самостоятельно завершить прохождение марафона. В общем, это кладезь полезной, ценной информации, которая вам пригодится в быту, для вас, для ваших знакомых и близких. Старт будет у нас 4 ноября, так что осталось не так уж много времени. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, вы можете мне на почту, я всегда ее оставляю в инфобоксе под моим видео, написать мне письмо с темой «Хочу в марафон». По поводу оплаты. Стоимость марафона участия – это марафон, 4 эфира, наш постоянный чат в WhatsApp. На эту тему мы общаемся, там, задания я вам буду давать для выполнения, да, отрабатывания методики. Это стоит 2300 рублей. Если еще одна опция, которую я ввела, как с ходом курса, я поняла, что это очень нужно, многие на это, об этом просят. Это другая опция 4000 рублей, это стоимость марафона, все то же самое, но дополнительно туда в течение ноября вы можете воспользоваться такой услугой, как мое индивидуальное консультирование, одна консультация. А теперь продолжаем смотреть видео. Это еще не конец, еще у нас продолжение сейчас будет. Совершенно верно все сказано, я вам уже сейчас отметила, да, что хочу подытожить. Ваша защита психическая, вашей психики защиты от избегания. Я расчистила территорию от мужчин, они мне не нужны, ну, условно, получается, так, да. У меня есть там друзья какие-то, коллеги могут быть. Когда я знакомлюсь именно для отношений, тут вопрос отношений мужчины. Когда я знакомлюсь, условно, в тиндере или где-то, мне встречаются только такие, в которых я быстро разочаруюсь. И как защитная реакция, я сразу быстро вычеркиваю людей, я сразу быстро избавляюсь. Я не пытаюсь посмотреть, узнать или заинтересоваться. У меня сразу возникает чувство, что мне это неинтересно, не вызывает общение, у меня нет никакого дела, да. Я не даю повода меня заинтересовать. Я избегаю, я прикрываю вообще все, обрезаю пути, чтобы меня заинтересовать, вовлечь как-то в контакт какой-то с противоположным полом для отношений и общения. И вот вы как говорите, я самодостаточная, автономная, от родителей я уехала, я сама на себя надеюсь, сама себя обеспечиваю. То есть я создала такие условия, что мне мужчина не нужен, у меня нет в нем потребности в помощи или в партнере, покровителе или просто в партнере. Но при этом у меня есть чувство, мне хочется ласки, заботы, как то, что вы написали. Но мне с ним неинтересно, у меня есть чувство, слава богу, есть, это хорошо, желание, вот это потребность чувств, я имею в виду отношений. Просто они находятся такие, которым было бы неинтересно. И я фокусируюсь на тех, рассматриваю, с которыми мне априори уже неинтересно в тиндере. Вы даже там красочно расписали, почему они там, какие типажи парней там бывают. Вот, я девушку спрашиваю, расскажите мне, что такое, мне неинтересно, само вот это слово. Потому что в этом термине, по сути, сейчас будет крыться ответ. Давайте я вам прочитаю, девушка мне ответила. В данном контексте это, наверное, когда ты устаешь от разговоров с человеком. Изначально при общении я всегда проявляю себя открыто и дружелюбно. Возможно, это подкупают люди, они начинают разговаривать более открыто в ответ. С одной стороны, это и хорошо, но в итоге получается, что диалог больше стараюсь вести я, хотя изначально инициатива исходила и не от меня. Мне вырабатывается столько ощущения, как будто я навязываюсь, и тогда я просто хочу съехать с общения. Появляются мысли наподобие, зачем я трачу свое время на какого-то знакомого человека. Лучше бы я дочитала книжку, которая уже неделю лежит, нетронутая, и сходила бы погулять. Или, например, при личной встрече мы что-нибудь обсуждаем, не сходимся во мнениях. Я не люблю конфликтовать, всегда спокойно аргументирую и открыто к аргументам с другой стороны. Но не люблю, когда меня не слышат. То есть при споре мне важно прийти к какому-то взаимопониманию, не в смысле навязать кому-то свое мнение, а именно договориться до чего-то. Если в ответ меня не слышат вообще, то я просто махну рукой. И можно сказать, что у меня пропадает интерес в общении с человеком. Не обязательно с мужчинами, а вообще. То есть если мы не договорились, человек остаётся при своём мнении или меня при своём оставляет, я не навязываю, я не про навязку сейчас, да, а я, мы не сообща, приходим к решению, назовём это так, да, то мне становится неинтересно. То есть мой интерес заключается в консенсусе, чтобы мы на равных друг друга условно услышали, партнёрски повзаимодействовали. И при следующей встрече я уже не буду, например, как-то сильно выражать своё мнение во избежание непонимания снова. Неконфликтный человек тут тоже очень важный. Я просто, скорее всего, больше не буду общаться и всё. Избегание. Надеюсь, получится объяснить, что я имею в виду. Ну, честно, тут совсем не то, что я закладывала в вопросе, что такое. Мне не надо было вот так развернуто в контексте рассказать. Я просто спросила определение слова, что такое «скучно» просто вот по жизни, не в контексте каком-то. Это немножко не то, что я спросила. Потому что девочка пыталась к этому слову привязать уже, скажем так, слово «скучно», объяснить в своём вот этих ощущениях в контексте ситуации. Но мне не это было. Вот на консультации я всегда говорю, скажите мне термин или определение вот такого слова. Что это такое вообще в жизни, не касаемо вас, а вообще? Так, кстати, вопрос мой был задан. Но неважно. Что я хочу отметить? Что мы по итогу имеем? Это отвержение. Мне становится неинтересно, когда в беседе какой-то мы не приходим. Меня не слышат. Мне не нравится, что меня не слышат. Что моё мнение есть, мой голос есть, что ли важность его. Я не навязываю, но мне хочется, чтобы меня отмечали, что я есть. Вот у меня напрашивается, скажем так, вывод один. Причина в чём может быть? Это моя чисто догадка. И слишком мало информации. Но что может быть? А вы мне там, например, в письме потом напишите. Да или нет, или есть какие-то на это намёки. Если вы скажете да, то да, я бы порекомендовала вам обратиться к психологу какому-нибудь, чтобы он с вами немножко поработал, вы эти моменты отпустили. Я понимаю, когда ты живёшь в маленьком городе, ты переезжаешь, у меня прекрасные отношения с родителями. Да, но не все же уезжают куда-то далеко. И за возможностью это определённое оправдание. Мне кажется, какие бы у вас не были хорошие отношения с родителями, какой-то из родителей, а возможно и папа, не давал вашему слову значимости. С вами не считались. Или вас не замечали. Поэтому избегание, так как вы не конфликтный человек, избегающий, я не борюсь с проблемами, мне отчасти это страшно. Я выбираю избегание. Я избежала, по сути, из дома. Вы даже отметили, я не бежала. Убираем частичку «не», я бежала. Вот в таких маленьких речевых даже оборотах, как вы пишете письмо, это очень сильно читается. Возможно, вот это мне хочется, чтобы у меня с родителями всё было хорошо. Я себя в этом убеждаю, в это верю. У меня такие классные принимающие меня родители. Всё так замечательно, шикарно, хорошо. Мы с ними не ругаемся и так далее. Окей, это вполне может быть, это правда. Не надо себя в этом убеждать, так оно и есть. Но задайте себе вопрос, автор письма. А достаточно ли с моим мнением в семье считались? Уважали ли меня в этом плане родители? Или меня заставляли делать то, чего я не хочу? Или с моим мнением в детстве не считались, и я по итогу делала то, что я не хочу? Почему я уповаю на родителей и папу? Потому что это переносится опять в вычёркивание людей в своей жизни, зачистка территории, избегание к противоположному полу. А закладка у нас откуда идёт комплекс электро, например? Пораньше чуть в возраст, когда девочка начинает, ассоциация происходит к противоположному полу. Какой мне будет, кто мне будет нравиться, образ мужчины идёт, закладка, да? В детстве через папу. Потому что папа, либо человек, выполняющий его функцию, роль, дядя, дедушка какой-то там взрослый, вот чем может быть и так далее. В общем, нужно я подставить. Кто-то несёт этот образ. И зависимость от того, какие с ним взаимоотношения, нюансы есть. Мои интересы к противоположному полу тоже в этом закладываются. Именно как противоположный пол интерес к мальчикам, да? То есть для создания там отношений и тому подобное. Любовь. Так вот, здесь я что вижу? Мне к мужчинам неинтересно. Интересно, нет. Проблема здесь с интересом. Скучно. Отвергаю, вычёркиваю, зачищаю территорию. Мы когда избегаем, что делаем? Мы бежим от проблем, конфликтов, от чего-то страшного, да? От кого-то страха. И вот когда у нас психологическая защита и запекания, мы зачищаем территорию, чтобы мне бы не было страшно и опасно. И скорее всего, возможно, мне с ними, а-ля, скучно. Я таких выбираю, чтобы было скучно. Они меня вот этой скукотой обезопасивают. Какое слово по-русски сказать? Они мне дают ощущение безопасности. Я его быстренько нашла повод, он скучный, вычеркнула. Мне не придётся с ним открываться, что-то там происходить, у меня не будет опасности. И избеганием зачисткой территории и ощущением, что мне с ними неинтересно, я создаю себе ощущение безопасности. Мне не навредили, мне не сделали больно, меня не напугали и так далее. Но сам вот этот страх, который вы сейчас обслуживаете, он откуда-то оттуда из прошлого идёт. Я не знаю, какое бы это вообще ничего не было. Очень обтекаемо. В принципе, про очень красиво про родителей написано. Но что-то здесь такое и есть. Что бы я вам рекомендовала? Это, во-первых, вообще понять, а чего я хочу? Вот у вас есть внутри чувство желания отношений, любви, взаимодействия с противоположным полом. Так вот раскрутите, пообщайтесь с собой, напишите, например, себе где-то в блокнотике, а что я хочу? Каких отношений хочу? Какие они должны быть? Как ко мне партнёры должны относиться? Какая-то форма взаимодействия? Как вообще с чего я хочу? Того, что я хочу, ничего нет. У меня только то, чего я не хочу. Или что мне скучно. А у вас идеи никакой нет. Вам надо поработать над образом мужчины идеального, какого я парня себе хочу. Это может быть из минусов, те, которые вы написали ранее. Вот он живёт с мамой, с квартиру бабушки ждёт, которая умрёт, или все вот меркантильные бабы, вот это вот всё. Вот вы хотя бы знаете, какого вы не хотите, с которым вам скучно условно. Вот это из этого сделайте противоположность, а какого я тогда хочу? Затем вам нужно разобраться образ отношений, чего я хочу, ко взаимодействию. Нужно, как мы с ним встречаемся, общаемся, подарки там, не подарки, проводим вместе время и так далее. У вас вообще никакого образа нет. Как-то всё это так отбито, тише, тише докладь, ничего, нигде не зацепиться. Так что развивать надо эту тему моих желаний, моих хочу. Потому что у вас хочу в отношениях, а ну как-то ничего не хочу. Почему-то вы его себе не позволяете что-то хотеть. Это тоже на это какие-то глубинные причины есть. Вот так вот я ответила на ваш вопрос. И если вам хочется разобраться со своим хочу, конечно, я бы вас отправила просто на консультацию, на парочку психологов, побеседовать, покопаться в своём хочу, понять, там какие-то запреты просто стоят. Либо травмы какие-то, либо ситуация неприятная, либо какие-то установки. Что-то вас тормозит в этом плане. Надо понять, что. Спасибо всем за внимание. Я напоминаю, что всегда под инфобоксе, под видео я оставляю свою почту. Если вы хотите избавиться от своих страхов, поучаствуйте у меня в марафоне, который начнётся 4 ноября. Для участия вам на почту надо написать письмо с темой «Хочу марафон». Если хотите опубликовать вашу историю на канале, задать мне вопрос для публикации ответа в видео в форуме, напишите историю. А если вы хотите психологическую консультацию мне как у психолога, напишите в теме письма «Консультация». Спасибо за внимание, что уделили. Ставьте лайк этому видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok